Главное не паниковать. С таким призывом обратились к жителям Твери представители крупных ритейлинговых сетей. Они настоятельно советуют тверетянам не поддаваться всеобщей истерии, связанной с распространением коронавируса, и не покупать сверх необходимые меры товары первой необходимости, а также крупы, макаронные изделия и другую бакалею. Наш телеканал посетил крупные торговые точки регионального центра, дабы убедиться, что гречки туалетной бумаги хватит всем и надолго. В понедельник торговый зал одного из крупнейших в Твери ритейлера. Для описания обстановки здесь вполне подходит слово «рабочая». Большого наплыва посетителей не наблюдается. Из нескольких десятков касс работает от силы две или три, и этого достаточно. Зеющих пустот на продуктовых полках не видно. И это, напомним, во время официально объявленной пандемии смертельно опасного коронавируса. В Европе его распространение привело к тому, что города буквально вымерли, а в магазинах не осталось практически ничего. С праведливостью ради отметим, что паническим настроением подверглась и небольшая доля жителей нашего города. Как рассказывают представители торговой сети, увеличение количества посетителей на фоне новостей о распространении смертельного вируса действительно было. Однако существенным его не назовешь. На прошлой неделе действительно был небольшой ажиотаж, но мы смогли быстро отреагировать. Количество людей действительно увеличилось. Люди стали максимально закупаться крупами, то есть товаром первой необходимости. Покупатели затаривались крупами, водой, туалетной бумагой, спичками. Однако ажиотаж, рассказывают представители торговой сети, прекратился, едва успев начаться. Сейчас с полными тележками на кассе либо те, кто закупается на всю неделю, но подобная практика существовала и в докоронавирусном мире, либо те, кто покупает не только для себя. У нас семья большая, 12 человек. Если же в вашей семье куда меньше голодных ртов, то выходить из магазина с тремя или пятью пакетами нет необходимости, говорят представители ритейлеров. Продуктов и товаров первой необходимости хватит всем и надолго. Склады, как в шутку говорят продавцы, буквально ломятся от запасов. Понятно, что речь идет в первую очередь о товарах с продолжительным сроком годности, но и дефицит искоропортящихся явств не ожидается. Сейчас на данный момент все спокойно. Проблем с наполненностью товаров, с отсутствием товаров нет. Товар точно так же, как покупали, так и покупают. Но да, есть небольшое увеличение именно по группам долгосрочного хранения товаров. Достаточно спокойно и трезво рассуждают и те тверетяне, с кем удалось побеседовать в нашей съемочной группе. Подавляющее большинство отметило, что никаких панических настроений у них нет. В магазинах все есть. Паники мы не подали, закупаться я думаю, что не стоит. Это совершенно обыкновенная продуктовая корзина, которая все время. Не скажешь, что я ездила так много по магазинам, особо некогда, вот рядом с работой только ходим и все. Но так, чтобы сильно такого напряга с продуктами я не заметила. Словом, пока все говорит о том, что каких-то сложностей с приобретением продуктов и товаров первой необходимости ждать не стоит. На полках магазинов, как и прежде, все в ассортименте. Склады заполнены. Да и сами тверетяне в подавляющем большинстве делать запасы на черный день явно не спешат. Спасибо. Спасибо.